Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии четверга. Давайте снова вернемся на финансовые рынки. Хочу сразу сказать, чтобы слушали и смотрели нас внимательнее, поскольку сегодня ближе к середине брифинга, а может быть даже к концу еще пока не решил, я произнесу очередное кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. И чтобы воспользоваться им, нужно будет просто обратиться к вашему персональному менеджеру, произнести кодовое слово и получить этот бонус, а точнее даже потребовать. Собственно, давайте начнем с российской валюты и динамики нефти. Открывайте графики, смотрим, где вчера закрыл торговую сессию рубль 54 с небольшим. В целом мы видим, как российская валюта против американского конкурента и против евро чуть карабкается вверх, а против доллара приближается в район 55. Что касается новостного фона, то здесь стоит обозначить в качестве локального фактора поддержки для рубля налоговый период. И напомню, что сегодня мы ожидали четверг, поскольку сегодня состоится оплата ключевых налогов, это НДС и НДПИ. И по предварительным данным совокупная емкость и объемы этих налоговых обязательств со стороны экспортеров могут увеличить спрос на рублевую ликвидность примерно на 550-750 миллиардов рублей. Очень много, поэтому локально можно ожидать локальной поддержки для российской валюты. Пока, к сожалению, рубль что-то не очень-то хочет отыгрывать позитивно для себя налоговый период, но, может быть, это произойдет и сегодня. Мы по-прежнему, говоря про перспективы рубля, обозначаем возможности легкого укрепления, несущественного. Я не думаю, что пара даже при самом позитивном раскладе USDRAPS может оказаться ниже 53. В лучшем случае 53.50. Соответственно, другой сценарий уже предполагает тот факт, что как только налоговый период будет завершен, фактически уже на следующей неделе, мы снова возвращаемся к более объемлющему фундаментальному фону. И этот фон уже указывает на то, что рублю придется сдавать позиции против своих конкурентов. Что касается нефти, если посмотрим на вчерашнюю торговую сессию, в целом еще хочу раз обратить ваше внимание на то, что если вы откроете бренд и дневки, то увидите очень красивый канал, нисходящий канал для нефтяного актива. И в рамках этого канала нефть уже практически месяца двигается от поддержки и сопротивления, не нарушая границы этого коридора. И вчерашняя торговая сессия показала то, что бренд у нас отбился от уровня 65, существенно просел, практически отдал рынку обратно все те пункты, которым удалось набрать за предыдущую торговую сессию. И сейчас полномерно продолжает корректироваться, двигаться в район 61. Но мы поставили цель поболее, скажем, агрессивнее, это 60. И считаем то, что нефтяной ресурс, в принципе, сохраняет потенциал для возвращения к этой отметке. Что касается важных статистических новостей, вчера были опубликованы данные по запасам нефти США. Напомню, что до этого АПИ зафиксировал снижение запасов на 2 с небольшим миллиона баррелей. Вчерашняя статистика показала то, что запасы снизились восьмую неделю подряд, и в этот раз сумма, точнее показатель выше, чем предыдущие. Минус 4,9 миллиона баррелей. Но поскольку нефть практически никак не отреагировала, не отреагировала ростом на публикацию этих данных, это снова возвращает нас к идее того, что сейчас определяющими факторами являются, скажем, те стратегические инфоповоды, которые предполагают существенное расхождение спроса и предложений. В общем, мне кажется, что этот фундаментальный и новостной фон является сейчас ключевым катализатором для движения энергоресурсов и нефтяных активов. Поэтому Brent делаем ставку на продолжение коррекции, возвращение в район 60. Что касается рубля, пусть еще, скажем, подтешится налоговым периодом, но после будем уходить уже на очередной виток девалюации. Я думаю, что поспорить с этим будет практически невозможно, потому что Центральный банк по-прежнему следит за динамикой валютного курса и уже задействует механизмы интервентного воздействия на динамику валютного курса через покупки валюты якобы для пополнения золота валютных резервов. Но мы с вами прекрасно знаем, что это завуалированное влияние на динамику курса, чтобы не допустить чрезмерного укрепления российской валюты. А почему? Потому что бюджеты без того переживают не самые простые времена и на фоне, скажем, низких цен на нефть сейчас нужно увеличивать доходную часть за счет большей девальвации рубля. Потому что, разумеется, главный экспортный товар России – это нефть и получать за него больше средств можно только в том случае, если будет позволять соответствующий курс. Поэтому по рублю перспективы ясны, по нефти тоже. Ну, чтобы далеко не отходить, давайте прям увяжем сегодняшний бонус дополнительный на пополнение как раз с налоговым периодом в России. Если мы обозначили то, что максимальный сбор может составить 750 миллиардов рублей, давайте тогда обозначим также сегодняшний бонус на пополнение в 7,5%. Что касается кодового слова, скажу чуть позже. Идем дальше. Евро. Открывайте графики евро-доллар. Смотрим. Вчерашняя торговая сессия восстановительная, хотя там особо бычьей динамики мы не увидели. По сути, мы прекрасно понимаем то, что евро находится под серьезным фундаментальным давлением. Почему? Потому что не отпускает греческий вопрос. Вчера было очень много ожиданий касательно того, что саммит может оказаться наконец-таки последним среди, скажем, встречи, направленных на нахождение соглашения. Мы слышали оптимистичные заявления со стороны еврочиновников. Но вчерашний саммит, думаю, что вы уже знаете, оказался лишь очередной безрезультатной встречей, который продолжил тенденцию таких же безрезультатных встреч, которые характерны для рынка на протяжении последних 6-7 месяцев. Какая по счету, уже трудно сказать, наверное, 13-я или 15-я встреча примерно так, но в целом она опять же ни к чему не привела. Вы знаете то, что тройка корректоров вчера снова отвергла пакет предложений по реформированию со стороны Греции. И это очень печально, потому что на самом деле этим предложением рынок отводил очень серьезную роль. Полагают, что именно этот пакет реформ должен был стать базисом для нахождения компромиссного решения и преодоления греческих долговых проблем. Опять же, это были лишь наивные ожидания. По факту мы видим то, что соглашения нет, встреча ни к чему не привела, встреча не стала прорывной, прогрессивной. Стороны, соответственно, разъехались, и сейчас у нас остается лишь возможность следить за тем, как будут обстоять дела дальше. А что касается дальнейших ожиданий по возможности нахождения компромисса, еще раз напомню, что для Греции это, по сути, сегодняшняя торговая сессия и завтрашняя. Еврочиновники так и отмечали, что пятница может оказаться последним шансом для Греции, чтобы убедить тройку разблокировать обещанный транш кредитных ресурсов примерно на сумму 7,5 миллиардов евро. Эти деньги очень нужны, разумеется, поскольку без них Греция не сможет исполнить своего долгового обязательства. Но между сторонами сейчас все-таки, очевидно, сохраняются существенные разногласия, действительно пропасти, и главный вопрос, мне кажется, который сейчас стоит на повестке дня, это не то, что когда удастся достигнуть это соглашение, а вообще возможно ли его достигнуть, учитывая то, что, в принципе, оптимизма уже много закладывалось, в принципе, это соглашение ожидалось давно, но всегда возникают какие-то подводные камни, которые не позволяют сторонам достигнуть взаимопонимания и, наконец-таки, преодолеть этот долговой кризис. Очень важный нюанс заключается в том, что даже если греческое правительство проявит максимально возможную гибкость и сможет принять, точнее, уступить по тем требованиям, которые предъявляются со стороны тройки, это еще не будет концом греческой эпопеи, потому что после того, как, по сути, будет достигнуто соглашение, нужно будет, чтобы эти реформы были, скажем, пройдены и одобрены в парламенте. А парламент Греции уже неоднократно заявлял тот факт, обозначал тот факт, что неприемлито меры жесткой экономии и будет всячески их блокировать. Поэтому здесь, скажем, у нас еще более оттянутая перспектива по возможности разрешения этого кризиса, еще дополнительные риски как для фондового рынка, между прочим, мировой экономики в целом, так и для, прежде всего, главного валютного риска, главного валютного актива – это евро. Что касается негативного сценария, мы, в принципе, о нем с вами уже говорили. Действительно, здесь ситуация может оказаться весьма серьезной. Если Греция не исполняет своего обязательства, значит, в принципе, им нужно будет начать процедуру банкротства, а стороновой дефолт и готовиться к потенциальному выходу из состава валютного блока. Сразу же, как только Греция не исполнит свое обязательство, ЕЦБ перекроет каналы экстренного финансирования, и греческая финансовая система, точнее, банковский ассект рассыпется буквально за несколько недель, потому что снятие в любом случае продолжится. Даже если будут введены элементы валютного контроля, контроль за движением капитала, все равно компенсировать эти снятия нужно будет. А если не будет ликвидности, соответственно, не удастся проводить подобные механизмы. И это еще один риск, который готовит нас к тому, что ситуация может, в целом, выход из этой ситуации может спровоцировать очень неприятные последствия для финансовых активов, для фондового рынка и для евровалюты. Забыл еще один комментарий, но хорошо, что вспомнил. Это также касательно греческой темы. После того, как вчера тройка кредиторов снова забраковала очередные предложения со стороны Греции, с пресс-конференции выступил премьер-министр Греции Ципрос, отметив то, что находится в крайнем недоумении от той позиции, жесткой позиции, которую он видит со стороны тройки кредиторов. Такого не было в отношении Ирландии, такого не было и в отношении Португалии несколько, скажем, месяцев назад. И получается так, что в колуарах могут быть идеи касательно того, а не сговорилась ли тройка и еврочиновники уже касательно того, что нужно выгонять Грецию из состава валютного блока. А вот этот оптимизм, который периодически мы слышим от них, это лишь игра на публику, чтобы не провоцировать ненужную разгрузку раньше времени. Но если тройка так активно блокирует все предложения и инициативы со стороны Греции, мне кажется, что идея того, что тройка уже смирилась с тем, что Греции нет в составе валютного блока, это как бы идея, которая имеет место быть. И ее также не нужно упускать из вида. Идем дальше. Доллар японская иена. Вчера трейдеры, которые торгуют американской валютой, ориентировались на национальную макроэкономическую статистику. Вчера были опубликованы данные по ВВП. Это третья оценка темпов экономического роста первого квартала. И по факту мы увидели, что фактически показатель совпал с прогнозными ожиданиями минус 0,2%. Поскольку такой показатель, такая цифра уже закладывалась в цены, какой-то вразумительной динамики по финансовым активам мы не увидели. Но какой вывод стоит сделать по факту публикации данных по темпам экономического роста? Если мы сравним вчерашний показатель с позапрошлым показателем, здесь имеется очевидный прогресс, позитив. И вчерашний ВВП можно уже характеризовать как еще одна статистическая победа для доллара, поскольку ситуация явно улучшается. И на фоне объективного улучшения фундаментальных показателей мы, соответственно, можем готовиться к скорому повышению процентной ставки. Но мы, конечно же, чрезмерного оптимизма не разделяем касательно позиций, к примеру, голосующего члена ФРС Паула о том, что повышение может быть дважды в этом году. Но все-таки однократного повышения мы ожидаем. Может быть в сентябре, ну или как минимум в декабре. Поэтому в целом наша идея доллар-японская иена сохраняет хороший потенциал для извлечения очень неплохой прибыли. Я советую присоединяться к этой идее. Актуальные котировки по доллару и иене сейчас примерно 123.73. Наша цель 125, еще 130 пунктов. Поэтому очень неплохие ожидания. Еще хотел пару слов сказать про пару USDCAD. Откройте, пожалуйста, графики. Сейчас, наверное, торгуемся в районе 1.23.80. Но в целом мы неделю назад возвращались к перспективам этой валютной пары. Я помню, что был даже вопрос от наших слушателей о том, что же будет с канадцем дальше. И тогда я понимаю, что инвесторы волновались, поскольку USDCAD стал полномерно снижаться в район 1.22. И кто-то стал даже паниковать в плане того, что пара может просесть до 1.20. Мы отметили, что оснований для этого нет. Напротив, учитывая потенциал роста американской валюты и статистическую слабость, которая характерна для канадца, да еще и ожидания того, что Банк Канады может еще раз снизить процентную ставку в ближайшее время. Мы сделали из этого, скажем, комплексную фундаментальную идею, которая позволяла, скажем, продолжать придерживаться лонга по USDCAD и снова ставить на уровень 1.25. До этой отметки остается еще совсем чуть-чуть. Я советую не сворачивать с этой также очень интересной фундаментальной идеи. И полагаю, что если в ближайшее время доллар сможет получить хорошую поддержку, USDCAD также будет вынужден двинуться вверх, а Канадец терять против американского конкурента. И еще, что касается канадца, если посмотреть, точнее вернуться к нефти, также определяющего ресурса для канадской экономики, вы сможете увидеть, что в целом нефть корректируется. И Brent у нас имеет потенциал снижения в районах 60. Поэтому для канадца это еще один фактор давления. Что касается сегодняшних важных макроэкономических данных, откройте экономический календарь. Посмотрите, сегодня помимо еженедельного отчета по заявкам на пособие по безработице, будут опубликованы данные по личным доходам и расходам. Личные доходы я советую обратить на этот показатель максимум внимания, потому что этот макроэкономический отчет будет готовить нас к будущим показателям по розничным продажам, по потребительской активности и к следующей оценке темпов экономического роста. Поэтому если сегодня мы увидим увеличение личных расходов, значит можно будет уже начинать закладывать еще больше позитива в динамику и доллар японской иены, да и в принципе доллара против всех основных конкурентов. Ясно? Ну и что касается кодового слова на сегодня, напомню, что если вы сообщите, произнесете его вашему менеджеру, то сможете получить дополнительные бонусы на пополнение к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Это дополнительный бонус 7,5%. И кодовое слово БУРУНДУК. Ясно? Вопрос есть? Да, там есть вопрос от Романа в нашем канале. Ваше мнение по USD-CIF? Пойдем до номер 9? По USD-CIF. Давайте дождемся следующего отчета по Non-Farm Payrolls, потому что если мы увидим, что доллар получил еще большую фундаментальную поддержку, значит можно будет собираться, скажем, с достаточным фундаментальным арсеналом и делать ставку на рост именно американцев против всех конкурентов, как я уже сказал. Если будет зафиксирована какая-то локальная слабость, можно будет снова оценить перспективы швейцарской экономики по именно притоку средств в национальный актив. И если по-прежнему удорожание франка будет создавать угрозу для конкурентоспособности национальных производителей, будем, соответственно, обозначать уже другую идею. Но пока все-таки больше продолжаем делать ставку на сохранение восходящего движения USD-CIF повыше тех уровней, на которых он торгуется сейчас. Большое спасибо за внимание. Ждем дополнительных вопросов на нашем официальном канале о маркетах. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.